Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. В студии работает Анна Смирнова. Владимир Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня дипломат и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Николай Николаевич, знаем мы, что вы до режима чрезвычайной ситуации, вообще в нормальное время, скажем так, когда нас еще не коснулся коронавирус, много путешествовали, в том числе встречались с своим потенциальным электоратом. Вот как сейчас взаимодействие происходит у вас с регионами, например? Ну, учитывая, что вы наверняка соблюдаете режим. Ну, спасибо. Я хотел просто поправить. Насколько я знаю, в Латвии как раз все это было по закону сделано. У вас, если поправьте меня, если я не прав, у вас-то было объявлено чрезвычайное положение, которое, насколько я понимаю, до 9 июня у вас действует. Да. Сейчас тихонечко смягчается. А у нас его никто не был. У нас не было никакого чрезвычайного положения. Этим-то мы, собственно говоря, и возмущались, потому что у нас, ну, в Латвии тоже, конечно, понесла, я думаю, экономическая потеря. У нас треть экономики рухнула. И самые главные люди, которые вынуждены соблюдать этот незаконный режим, они знают, к кому обращаться теперь. Ведь, понимаете, людям навязали так называемую самоизоляцию. Я право изучал, в том числе и международно. Что такое самоизоляция? Это получается, что вы сами себя изолировали и не работаете, потому что вот вам так что нравится. То есть люди находятся на грани краха, очень многие, а многие уже закрыли. Что касается меня, вы правильно сказали, я, может быть, слово путешествия не употреблял. Мы ездили по регионам. Я даже первую неделю после объявления вот этого безобразия отдохнул немножечко. Да, потому что это были первые выходные в марте, с начала конца ноября, когда я не ездил. Сейчас сообщение с регионами идет в режиме «зужки помогать». Вчера, например, было совещание со Смоленской областью, с региональными кураторами. Тоже проводим регулярно и выкладываем сеть. Что с... Это делаем, когда уже вообще нет, конечно, и зажига. Да, мы сейчас перезвоним, потому что у нас есть проблемы со связью, чтобы ее наладить и сделать более качественно. Сейчас делаем контрольный звонок. Напомним, что можно нам звонить по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Задавать вопросы Николаю Платошкину, он сегодня гость нашего прямого эфира. Да, и вот Николай Николаевич сейчас вернется к нам на прямую связь. Можете также нам звонить и писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Николай Николаевич, слышите ли вы нас? Да, вот мы вам перезвонили, вы к нам вернулись. Как нас слышно? Да, немного пропадает у нас связь, но в целом мы можем разобрать то, что вы говорите. Иногда бывает зависание. Как нас слышно сейчас? Ну, нормально, да. Относительно нормально. Ну, что у нас с первыми лицами государства? Потому что мы видим, читая новости из России, что и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Также премьер-министр Михаил Мишустин, простите, также заразился. Вот Максим Шевченко, кстати, журналист, выразил такое мнение, что он не уверен, заразились ли они действительно, или же, может быть, просто проявляют солидарность с народом так называемую. Как вы это видите и что вам об этом известно? Ну, у меня, честно говоря, была тоже такая мысль. Просто в отличие от господина Шевченко, я привык говорить только то, что знает. Ни Пескова, ни Мишустина мне неизвестно. Я могу сказать только одно. Вообще все это вызывает, помимо Пескова и Мишустина, большие вопросы. Когда заместитель мэра Москвы Ракова, а у нас в Москве в основном, вы знаете, да, там регистрируются заражения, утверждают, что мы всех, кто поступает в больницы с болезнью дыхательных путей, будем регистрировать как коронавирус. Она это прямо сказала. Ерунда абсолютно. Плюс мне некоторые люди сообщают регионам, что заставляют подписывать бумаги в больницах, что вы заражены коронавирусом. Ну, потому что тогда какая-то компенсация в больнице идет. Вот вчера предприниматель мне звонил и говорит, пошел вот за обещанным Путиным льготным кредитом, а там смеются и говорят, принеси справку, что ты больной. Тогда мы... Идет полный беспредел. То, что Путин говорит по телевизору и то, что происходит в стране, это две большие разницы. Что касается вот как раз Пескова, хочу продолжить эту тему. Жириновский предложил... Да, Николай Николаевич, слышите ли вы нас? Да, да. Правда, с каким-то перерывами, но слышу, да. Ну, будем общаться вот так вот с задержкой небольшой. А что касается Пескова, Владимир Жириновский сказал, лидер ЛДПР, сказал, что его необходимо уволить после того, как он выздоровеет. На что ему напомнили Володин, если я не ошибаюсь, что Песков как раз симпатизирует ЛДПР. И об этом многие не знали. Вот эта история с ЛДПР и Песковым. Как можете прокомментировать? Вы знаете, я вообще не вижу никакой разницы между ЛДПР и Единой Россией. Вообще никакой. Понимаете, болтать-то можно все что угодно. А на всех голосованиях в Думе, а голосование – это действие. Когда человек голосует в зале против закона, ЛДПР всегда добросовестно поддерживает Единую Россию. Думаю, что не бесплатно. Ну, это может выражаться не в деньгах, а в поддержке какой-то политической и так далее. За бюджет они голосовали. За кандидатуру Мишустина голосовали. За путинские поправки тоже голосовали. То есть ЛДПР – такая же оппозиция, как я, солист Большого театра. Поэтому, что удивительного, к ЛДПР проявляет симпатию не только Песков, и сам Путин проявляет. А что вы не знаете, что он недавно в декабре Жириновского наградил? Ну, очередной там какой-то правительственный. Это не оппозиция. Это просто прихлебатели власти. У нас звонок радиослушателей на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Да, Александр. Александр. Николай Николаевич, я прохожу у вас как Сан Саныч по вашей классификации. Огромное вам спасибо. Я ваш сторонник. Практически полностью поддерживаю вас и Евгения Юрьевича Шпицына. Передаю ему огромный привет из Латвии. Обязательно. Да. Обязательно. Очень ждем ваших исторических роликов. Вы очень ясно и доступно объясняете некоторые события, в частности, Второй мировой войны. Очень хотелось бы, чтобы вы уделили свое внимание и Латвию. В частности, коллаборационизму, пропаганде в Латвии. Вот в Латвии пропагандируется, так сказать, что в России никогда свободы не было. Крепостное право было. А про Советский Союз там и говорить нечего. Тоталитаризм, так сказать, сплошной. Хотелось бы, чтобы вы эти мифы развеяли. Это первый вопрос. Второй вопрос. Не буду вас утомлять, хотя у меня много вопросов. Почему? Ну, это, так сказать, обширный вопрос. Касается здравоохранения. Вот почему-то в России взрываются аппараты искусственной вентиляции легких. Но это вообще чудовищно. Вместо того, чтобы лечить, они, так сказать, людей калечат. Как бы вы этот вопрос объяснили? Спасибо. Спасибо вам. Сан Санч, спасибо вам большое. Ну, тема коллаборационизма в Латвии, она очень обширна. Я думаю, что мои уважаемые хозяева в студии, сейчас, наверное, просто время на это нет. Я просто в порядке реабилитации, так сказать. Когда я был в Германии в 90-е годы, я получил из главной военной прокуратуры ФРГ в Людвигсбурге. Там есть такая прокуратура специально по борьбе с нацистскими преступниками. Информацию по Арысу. Ну, я думаю, в Латвии все знают, кто такой был Арыс. И вот команда так называемая. Я, честно говоря, это были материалы судебного процесса над Арысом, которого судили, как вы знаете, в ФРГ. Он туда смог сбежать, и ему дали там пожизненный срок. Там уже смертная казнь. Знаете, я эти материалы читал. Я, честно говоря, потом два дня спать не мог просто. Что там творилось. Самое главное, ну, расстрел в Румболе рижского гетто. И самое главное, меня потрясало, что Арыс, он вообще ни в чем не раскаивался. Вот это вот, понимаете. Но, предположим, когда он немцам объяснял, почему в Румболе надо было расстреливать евреев. Ну, Румбол, это для тех, кто у нас не из Латвии, да, это румбольский вес, где на Эквадриге, просто, да, к востоку. Там Арыс говорил немцам, вы знаете, там песочек, там ров можно быстрее выкопать. Просто там в других местах длинно, но там много людей за два дня расстрелять не смогут. Ну, вот это все. То есть, эти все материалы потом легли в ноту российского МИДа, которую лично я из... А я была сделана по немецким документам исключительно. И знаете, что меня потрясло еще тогда? Там, ну, это процесс был в 80-м году над ФРГ, ну, холодная война, там, туда-сюда. И я удивился, сколько свидетелей там выступало из Советского Союза, бывших. Ну, просто они попросили нас, так сказать, дать эти свидетельские показания. И знаете, что меня еще, потому что они все были живы. Они, оказывается, отсидели все, опять. Я даже, как же так, массовые расстрелы все. Оказывается, было указание, ну, малым народам, которые были профессионистам в больших сроках не давать, ну, всех не бередить там все это потом после войны. Отсюда и сохранилась масса бандеровцев, например, в живых там и так далее. Так что этим делом занимался. Теперь, что касается больниц, ну, понимаете, Сан Саныч, конечно, я был последний человек, если бы любой взрыв там аппарата искусственного дыхания, я бы относил там на Путина, да. Ну, это дешевка. Но вопрос-то в другом. При Путине закрыли более 10 тысяч медицинских учреждений в России. Разных. Там и фельдшерских пунктов, и поликлиник, и больниц. В Москве закрыли треть больниц. В Рязанской области тоже. В результате, знаете, безобразие-то в чем творится сейчас. Вот в эпоху борьбы с коронавирусом запрещен в Рязани, например, прием всех остальных больных. Вы представляете? То есть у людей есть какие-то плановые процедуры. Они не могут попасть, потому что их не пускают. Потому что не хватает ни коек, ни врачей, ничего. В результате вот этого 20-летнего разгрома что происходит? Ну, знаете, как мне вот считать, когда мне пишут женщина, что у меня умер отец онкобольной, потому что он не получил вот свою обычную процедуру из-за борьбы с коронавирусом. Вот еще о чем надо говорить. Что страдают люди, которые к этому коронавирусу и отношениях никакого не имеют. А что касается еще раз аппаратов, а где у нас производство этих аппаратов? Конечно, я понимаю, что промышленность, она и в Латвии там была разгромлена. В этом смысле там разница, может быть, конечно, небольшая. Но за людей, которые не получают медицинскую помощь и умирают из-за этого. Ну что, горько и обидно, что могу сказать. Но это можно говорить о том, что проблема импортозамещения? То есть, потому что импортозамещение подавали как гордость и достижение, а в общем показывает, что многие аналоги, они не справляются с задачами. Ну, речь идет в том числе и об аппаратах искусственной вентиляции легких, которые за Уралом, если я не ошибаюсь, производятся. Да вы знаете, вы даже о нас, мне кажется, несколько хорошо думаете, потому что они вообще у нас практически не производятся. Они вот сейчас начали резко производиться, а любой вам инженер скажет, что производство любой сложной аппаратуры, ну, относительно сложно, оно требует некой школы, понимаете. Ну, или, предположим, вот сейчас Собянин открывает в Москве инфекционное отделение, которое он сам закрыл когда-то, там, еще пять лет назад. Но врачей-то нет, понимаете. Врачей-то уволили, они все разбежались. И что толку, вот вас положат на койку, предположим, и скажут, ну, давай лечись там как-нибудь. То есть у нас потеряна за 20 лет инженерная школа производства, понимаете. Это касается не только там аппаратов. Да где бы я ни был, понимаете, если смотреть мои встречи с людьми, но все плачем просто стоят. Вот сейчас мы, если даже эти заводы начнем возрождать, а работать там кто будет, ведь ну туда просто с улицы же не возьмешь человека, это же не кредиты по телефону продавать, правильно. Лекарства возьмите. У нас 53% лекарств в стране из тех, что производится, я не говорю про импорт, они все равно производятся на иностранных полуфабрикатах, скажем так. Это в основном к Индии и Китая. После того, как Китай вот закрыл границу временно, у нас нехватка лекарств стала дикой абсолютно в стране. А сейчас, ну, своих-то нет. Раньше, кстати, в советское время мы лекарства получали в основном из Венгрии. Вот было у нас такое разделение труда, венгры делали лекарства для, ну, всего социалистического лагеря. А сейчас у нас фармацевтической промышленности тоже нет. А ведь, знаете, ее нельзя сразу восстановить. Для этого химическую промышленность сначала надо восстановить. То есть это, ну, скажем, когда автоваз построили, к нему построили 800 заводов. Вы можете себе представить? То есть его же не просто взяли, купили, там, воткнули в степь и все, и давай работаем. Так что, когда мы придем к власти, нам предстоит, ну, так вообще засучить рукава, что, честно говоря, иногда даже страшно становится, да. Вы в своих последних интервью говорили о том, что Китай должен понести ответственность за коронавирус. Сейчас, как мы знаем, Китай 2 миллиарда долларов будет выплачивать странам, пострадавшим от, ну, компенсация странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Каким именно способом Китай должен нести ответственность, на ваш взгляд, вот сейчас? Финансово вы имели в виду или что-то другое? Нет, конечно, финансово, но а какой Китай? Он же у него скресит умерших, правильно? И тех, у кого, ну, к сожалению, там, какие-то осложнения необратимые на здоровье из-за этого показались. Это обычная мера. Вот смотрите, когда государство, вот возьмем тот же Китай. У нас, как вы знаете, река Амура, она берет начало из Китая. Китай время от времени туда что-то там валит. Ну, я не говорю, что это специально. Это может авария какая-то произойти химическая. И это все идет, например, на нашу территорию. А кто должен компенсировать ущерб? Знаете, вот по-простому я вот, может быть, вам так скажу. Вот вы живете в многоквартирном доме. Сосед сверху там воду пролил. Если она вам ущерба не принесла, ну, это его личное дело. Но если он ее пролил так, что у вас, извините, все обои отошли. Ну, а кто за это должен отвечать? Ну, конечно, он. И такая практика в международном праве, она сплошь и рядом абсолютно происходит. Ну, это либо химические аварии, которые соседнему государству там ущерб приносят. Либо вот такие. Я никогда не говорил, что Китай искусственно этот вирус сделал. У меня просто нет таких данных. Но антисанитарные условия на уханьском рынке. Возможно, утечка вируса из лаборатории Института вирусологии Китайской академии наук в том же Ухане. Но она нанесла ущерб людям, понимаете. Вот если бы Китай границу сразу закрыл, да, это его личное дело. Что касается двух миллиардов, это, знаете, я вам скажу как дипломат, это обычная такая практика упредить. Ну, то есть, пока люди будут считать этот ущерб, Китай скажет, условно говоря, так, вот вам на всех два миллиарда, согласны, согласны, значит, больше ко мне не приставайте. Но этого мало вы считаете? Двух миллиардов. Ну, вы понимаете, я вот, например, вел переговоры с Германией по поводу выплаты компенсации нашим насильственно угнанным гражданам в годы войны, включая, кстати, граждан Латвии. Это было в 90-е годы. Они же ничего вообще сначала платить не хотели. Я утверждаю, вы нам архивы представьте, представляете, вот на каждого человека, сколько он в лагере сидел. Я вам сказал так, значит, если вы будете кочевряжаться, мы подадим на вас иск в американский суд. Там есть такая система, когда, вы знаете, человек может подать от имени, там, хоть миллионов. Вот Филипп Моррис, одна женщина подала против этой компании от имени всех курильщиков планеты. Ну, есть у них такая возможность. Можете, отсудил 18 миллиардов. Я сказал, мы подадим на вас иск, и тогда не обижайтесь. Все. Начали платить. Ну, в том числе, я говорю, и вашим гражданам тоже, там, Украины. Мы дрались тогда за всех, без разницы. Так что такая практика есть, абсолютно, да. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Николай Платошкин, дипломат, у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев, дипломат. Николай Платошкин с нами на прямой связи по скайпу. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Вадим. Еще раз. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Николай Николаевич, слышали ли вы и смотрели, может быть, в Ютубе? Писатель Михаил Веллер выложил видео, посвященное вам, и он там говорит о том, что вы возможный кандидат в президенты, причем такой реальный кандидат. Не смотрели это видео? Кусками, если честно. Но здесь вы должны себе эту честь приписать. Я у вас, по-моему, первый раз сказал, еще, по-моему, в мае прошлого года, если мне не изменяет память. Да. Да, да, да. Ну, Веллер и его поддержка, насколько они для вас важны? То, что писатель высказал такое предположение. Ну, я, кстати, по ролику, честно говоря, не понял, что он меня поддерживает. Ну, может быть, несколько роликов было, я не знаю. По одному-то было вообще видно, что он меня не поддерживает. Что меня немножко резонуло. Это его, конечно, право, меня поддерживать или нет. Что я там в истории Германии ничего не понимаю. Вот это вот. Ну, немножко мне обидно, потому что, ну, все-таки я так плотно занимался. По работе так пришлось и так далее. Если он выражает мне действительно поддержку, ну, что ж, спасибо ему большое. Ну, как вы свою перспективу оцениваете по этому поводу в ближайшее время, учитывая поправки, учитывая, что и вы говорили о том, что поправки нужны, ну, и многие другие, в том числе политологи, высказывались о том, что поправки в Конституции нужны для того, чтобы Путин остался у власти еще как можно дольше. Да, да, вот хорошо, что вы, Анна, говорили, о том, вы высказываете, что поправки нужны. Нет, поправки, конечно, не нужны. Да, Путину они бесспорно нужны. Ну, смотрите, вот сейчас у нас есть такой телеграм-канал, вы, наверное, в курсе, да, Незыгорев называется, его там связывают якобы там с Кремлем и прочее. Вот по их данным 51% жителей сейчас придерживаются моей позиции. То есть прийти, проголосовать против. Мы за это будем агитировать. Ну, я, собственно, вы знаете, этим и занимался, пока было возможно ездить. И сейчас буду этим заниматься. И мы не просто будем агитировать. Мы выставим наблюдателей, мы выставим наблюдателей у избирательных участков, чтобы они явку фиксировали, чтобы они нам потом там не накрутили. Понимаете, как это у них обычно бывает. Мы полны решимости нанести Путину поражение с тем, чтобы поставить вопрос о досрочных президентских выборах уже в этом году. И помимо поправок мы будем митинги делать. Это четко, как только, значит, санитарные условия у нас позволят. Я вам хочу сказать, что у нас предварительная работа по организации этих митингов проведена и закончена. Мы даже, если там, скажем, наши маски заставят одеть, оденем красненькие масочки с надписью «Путина в отставку». Они у нас уже заказаны на одном предприятии. Скоро в круг поставлено. У нас много звонков. Начнем их принимать. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Добрый. Я, конечно, хочу сказать два слова. Вот в свое время, когда вы выступали на программе 60 минут, я вообще вами восторгался. Мне казалось, что вы такой ярый защитник интересов России и один из проводников политики руководства России. Вы там ездили, я помню, в Сразбург, по-моему, в составе делегации. Ну, это не делегация была, но не свыкает. При этом вы занимали должность, по-моему, то ли ректора, то ли проректора какого-то высшего учебного заведения. Скажите, пожалуйста, а почему так быстро произошло у вас такие изменения, серьезнейшие, то есть не на 180 градусов, а пять раз по 360? И вы сегодня ярый вообще противник всего, что происходит в России. Я слышал ваше выступление по Ютубе сегодня на нашем радио. Кстати, хочу вам только заметить, что в Латвии точно так же, к сожалению, в результате коронавируса и закрывались целый ряд медицинских учреждений, что приводило к смерти людей, не связанных с коронавирусом. То есть это такая ситуация, к ней надо как бы всеми земляпухом, но как-то у нас выкли с этим. Спасибо вам. Вам не спасибо, я с вами не согласен. Во-первых, начнем по порядку. А где вы видели на телевидении, чтобы я хвалил Путина? Когда это было? Выбривайте, когда вы это говорите. Это первое. Второе. Вот как только, значит, мои, назовем это так, я слова не люблю, конечно, президентские амбиции стали как-то вот, ну что ли, если хотите, укрепляться в людях. Меня в октябре прошлого года внесли на всех федеральных каналах в черный список. Это мне там совершенно прямо так и сказали, что это из-за того, что человек может стать президентом, а нам это не нужно. Дальше. Вы знаете, я как Лермонтов, люблю Россию, я, но странную любовь. А почему я должен хвалить тех, кто 7 тысяч врачей в Москве выставили на улице, кто закрыл 10 тысяч больниц? Вы понимаете, и меня бесит ваш аргумент, в Латвии тоже умирать. Плохо, что в Латвии тоже умирать. Плохо. Но я-то живу не в Латвии. Латвия с этим, наверное, сама должна там разобраться, там выборы, может быть, провести. Если я живу в России, и когда, понимаете, ставилась задача, вы посмотрите это в интернете, ставилась задача в 14-м году не когда-то сократить на треть время пребывания пациента в больнице. Это не геноцид. Вы мне тут чего-то свистите. У меня отец был в прединсультном состоянии в Подмосковье. Его три больницы не взяли. В конце концов, его пришлось в коридоре класть. Я что за это им спасибо должен говорить? И, наконец, еще. Вот Латвия сейчас страна не очень богатая, мягко говоря. Там премьер-министр, которого я тоже не одобряю, но он, предположим, говорит, ну давайте там фонды какие-то перераспределим на 500 миллионов европейские. У нас миллиардеров полно. У нас Роснефть хочет выплатить дивидендов 370 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, бюджет Смоленска годовой 7 миллиардов. При этом говорят, больницы закроют, денег нет, малый бизнес раздавлен, но он получить жалких 12 тысяч не может. Минимальная оплата труда, чтобы своим людям заплатить. Я что, за это должен их благодарить, что ли? Еще звонок у нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Антон, добрый день. Добрый день. К сожалению, поддержу немножко чем-то предыдущего звонившего. Я тоже к вашему гостю сегодняшнему относился с большим довольным уважением. Это была здравомыслящая позиция. Сейчас немножко как-то поражен, и самое большее поразило, конечно, его крик. Ну что это такое? Крик по скайпу, это вообще невыносимо. Второй момент. Насчет голословных уважений. Вы знаете, у вас когда... Так и будет не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Я на вас посмотрю. Так и выражаются фейки, которые знаменитые. Так фейки и рождаются знаменитые. Да, вопрос задавайте, пожалуйста. Вопрос, да, пожалуйста, задавайте. Зачем распространяет человек фейки, что китайская лаборатория распространила вирус? Зачем такие фейки этот человек распространяет? Раз. Во-вторых, кричать можно. Мы говорим, нас интересует Россия. Так же самое, потому что у нас однотипная ситуация с медициной, как и в России. Нас, конечно, интересует, что там происходит. Но хаять так просто, не выявляя причины, почему не за два... А я причину назвал. Да, спасибо вам. Я причину назвал. Я назвал причину. Она называется... В России эта причина называется оптимизация здравоохранения. Это программа правительства Российской Федерации, в том числе в регионах. В основном пострадала Москва, Рязанская, Владимирская области, где были закрыты больше числа учреждений. Вы понимаете, вот меня вот эти патриоты квасные. Да вы съездите в Хабаровский край, где я вел компанию в прошлом году. Да людям там кардиограмму не могут снять. Там на 40 тысяч жителей один терапевт. Вообще не свинство это, что человек погибает иногда. Знаете почему? Потому что его 40 километров везут из населённых, 40 всего. Но дорога такая, что у него сердце не выдерживает. И при этом, ещё раз говорю, ладно бы у нас денег не было. Но действительно какая-то объективная сложная ситуация, там всё бывает. Вот недавно, например, сын писателя Солженицына стал хозяином Сибирской угольной энергетической компании, которая в Хабаровском крае добывает уголь. Да, там у владельца Мельниченко самая большая яхта в мире. Я водоизмещение посчитал. Она как эсминец российских вооружённых сил. Ну, более 2000 тонн водоизмещения. При этом люди в этом посёлке, в этом месторождении, 25 тысяч рублей платят за отопление при пенсии 8. Это вообще как называется? Мне что, поддержать это? Или когда ко мне в аэропорту Хабаровском в прошлом ноябре подошёл человек и говорит, ну вот уезжаю, что делал, всю жизнь здесь прожил, пенсия 8-300. Плачу за отопление в частном доме 21 тысячу. Говорит, Николай Николаевич, как мне жить? Ну, я что должен это хвалить? И говорить, правильно, ребят, уезжайте. Уезжайте, валите. Больниц нет, ну ничего, лечитесь дома. Какая вам разница? Вот это патриотизм, по-вашему, патриотизм. Сменить эту власть, сделать её демократической и дать вот эти все богатства на законном путём. Как прогрессивная система налогообложения, как в Латвии, предположим. Или ещё где то, чтобы люди платили пропорционально. Но почему у нас сейчас многие сидят вообще без еды, понимаете? Из-за того, что им не дают работать. И почему во всех странах большой двадцатки этим людям возмещают этот ущерб? Ну, им же государство запретило работать. Не они сами. Ну, им возмещают. Почему в России это не делается? Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Пётр. Да, Пётр. Николай Николаевич, как вы относитесь к Лёше Навальному? Почему власть его не убирает? Например, предприниматель Анатолия Быкова, который полез сейчас во власть, власть прессует. А Навальному всё сходит с рук. Это проект Кремля? Спасибо. Спасибо вам. Вы знаете, я сам себе проект Кремля. Ну, по крайней мере, меня так все называют. Вот эти лжи-оппозиционеры. По Навальному я свою позицию много раз высказывал. Я думаю, его почему не убирает? Опять, я не за то, чтобы его убирать. Я просто думаю, почему они это не делают. Потому что Навальный, он широко известен на Западе, конечно. А так как у наших власть придержащих основное имущество, жёны, любовницы и всё остальное там, то они, конечно, вынуждены учитывать западнообщественное мнение. Своё там не обязательно. Что касается самого Навального, я не за то, чтобы его убирать. Я с ним вообще не согласен. Он, наверное, по 90% пунктов. Я его на дебаты вызывал. Вот это сейчас могу точно повторить. Нас отослали к его пресс-секретарю. Она нам 6 мая так и не ответила. Ну, дело не в этом. Вот то, что Навального партию не регистрируют, это плохо. Не регистрируют её специально, чтобы он не принимал участие в выборах. То, что ему судимость тоже там повесили для того, чтобы он в этих выборах не участвовал, тоже неверно. И поэтому я в прошлом году, я уже говорил об этом, я поддерживал в роликах там из Дальнего Востока вот тех кандидатов, которых не пустили на выборы в Мосгордуму, включая Соболь, предположим. Почему? Я считаю, люди сами должны решить вопрос. Но хотят они голосовать за Навального? Пусть голосуют за Навального. Они должны иметь такую возможность. Они должны иметь возможность за Платошкина голосовать, за Навального, за Сидорова, за ещё кого-нибудь. Ну, а уж там в ходе нормальной предвыборной кампании, честной, спокойной, мы должны убедить попытаться избирателей, что там наша программа чем-то лучше или того же Навального. Я ещё раз говорю, против того, чтобы его куда-то там убирать, задвигать там и прочее. Но хотят люди, пусть слушают. Странно, вот единственное, да, что он от дебатов, конечно, бегает. Причём аргументация, знаете, примерно как у «Единой России». Вот когда спрашивают, а что Путин в дебатах не участвует? Все говорят, ну Путин – это человек, а все остальные – это так, шахки. Мне так же отвечают. У Навального, говорит, подписчиков больше. Ну, железный аргумент, конечно. Ну, кстати, у Навального дебаты с Захаровой не состоялись, несмотря на его желание, как мы знаем. Ну, знаете, я смотрел, честно говоря, дебаты Соболь, Собчак. Там, опять, я сейчас чисто не по их политическим позициям, по итогам, конечно, Собчак-то, оно выглядит на три головы, наверное, выше. Мне, знаете, что не понравилось? Что, ну, как ваш товарищ назвал, у Лёши, потом дня два комментировал дебаты этих двух, двух женщин. Вот это вот, ну, надо ли бы саму поучаствовать? А так, знаете, разбирать их и говорить, вот это лучше, вот это хуже. Ну, немножко не по-мужски, по-моему. Ну, ладно, это его дело. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день вашему гостю. Вот может ли он дать, ну, такое, как бы, пояснение? После развала Советского Союза Горбачевым и Ельциным, да, в Латвии, как ни странно, была создана большая категория униженных людей, то есть остались без гражданства. На сегодняшний день... Да, задавайте вопрос, мы знаем, сколько не граждан, вы задаете каждый раз этот вопрос. Россия, как вы вот видите, Россия ведь ответственна как правоприемник за судьбы этих людей. На сегодняшний день эти лица, они граждане, унижены около ста, согласно закону. В 80 вы каждый раз задаете этот вопрос, поэтому наши радиослушатели хорошо знают этого нашего радиослушателя, но, тем не менее, вопрос про неграждан прозвучал. Знаете что-то об этом? Да, я знаю. У меня, ну, сейчас умер, конечно, дядя, брат жены, брат мамы, извините, пожалуйста. Да, вот он был не гражданином, он был военным пенсионером в Риге. Он приехал в Ригу после войны, сразу. Его призвали в ноябре 44-го, в 17 лет, мы так кровью все истекали, призвали вместе с лучшим другом, который сразу попал на фронт, а через месяц мать похоронка получила его. Он попал в военное училище. Жена его, ну, моя тетя, тоже, они все умерли, они похоронены в Риге. Она была сиротой, потому что немцы дотла выжгли ее деревню в Белоруссии. Ее там спасли тоже под печку, что ли, засунув куда-то и так далее. Вот эти люди, которые честно работали там в Латвийской ССР, вот они в чем виноваты? Особенно меня сильно потрясла история Свии Ахтмана, конечно, да, которую из-за закона проституции выгнали там из своего жилья. Я, по-моему, просто за то, что эта женщина отказывалась каяться, за то, что она была депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. У нее какие-то награды, по-моему, были, да, на того времени. И тогда мэр Москвы, помню, Лужков еще, он предложил на выбор любую квартиру в Москве. Потому что, ну, как мы можем делить ее Артмана? Она для меня, что ли, чужая, что ли? Да я на ее фильмах, собственно говоря, рос. Ну, как, не только я, естественно, миллионы людей. Поэтому они должны, конечно, получить гражданство. Сегодня, готовясь к вашему эфиру, но я все-таки стараюсь это делать, прочитал новую, что СЕИМ, по-моему, там, то ли в первом, то ли во втором чтении, то ли в окончательном принял решение о ликвидации русских детских садов, по-моему, с 1 января следующего года. Ну, там не совсем там. Ну, не ликвидация, не ликвидация. Скорее, обязал иметь латышские группы. Ну, и перевод на латышский язык, ну, что, собственно... Нужно создавать дополнительные группы по запросу родителей. Дополнительные группы, нет. Поэтому это безобразие. Русские остаются, там будут дополнительные группы на латышском языке. СЕИМ обязал делать это. Что значит? Да, значит, это неправильная информация. Я это просто прочитал, ну, не на вашем сайте конкретно, но на латвистом, русскоязычном. Ну, мне кажется, вот, знаете, детям навязывать какой-то язык там, ну, это уже вообще просто никуда, понимаете? Вот чем была плоха та же советская система в этом отношении, там, вы можете с ней не соглашаться, в той же Латвии, где у меня, еще раз говорю, жили родственники. Я когда туда приезжал, ну, отдыхать, как правило, летом, и обязательно я выучивал несколько слов на латвийском языке, там, палдис, предположим, там, и прочее. Ну, я понимаю, что я должен быть вежлив, понимаете? Я должен хотя бы немножко говорить на языке той страны, куда я приехал. Заставлять-то зачем? Ну, были же тогда школы с обучением на латвийском, если хочешь, с обучением на русском, если хочешь. И так было в любой союзной республике. Ну, пусть родители сами сделают выбор. Пользу латвийского языка, пользу там, не знаю. Я за то, чтобы были школы с обучением, там, пожалуйста, на немецком языке, там, не знаю, и на английском. Ну, они уже у нас тоже в Москве есть. Это же не значит, что человек, который учится в школе с обучением на английском языке, он там враг Российской Федерации какой-то, не знаю, там, и прочее. Тем более, опять, в советское время, если вы учились даже в русской школе, в Латвии, ну, или в любой другой республике, вы обязаны были изучать латвийский язык обязательно. Ну, просто как иностранный, да? Тоже правильно я считаю. Любой человек, живущий в Латвии, там, советской, не советской, по возможности должен знать местный язык. Так как? Все верно. Заставлять не нужно. Вы считаете верно изучать язык государства, как иностранный в школах? Я считаю верным швейцарский или финский вариант, понимаете? Вот, ну, по разным данным, опять, вы меня сейчас поправите, кто-то там, я считаю, я считал разные вещи, но, скажем так, русскоязычных людей, не только русских, там, не знаю, евреев, там, чего кого-то, ну, в Латвии где-то процентов 35 населения, правильно я считаю? Ну, около того, да, 37. Да, около того. Ну, вот смотрите, язык русский не государственный. Возьмем Швейцарию. 67% населения немцы, швейцарские, ну, я знаю, я знаю немецкий язык, там никакой разницы нет абсолютно. 18% французы, в районе 10% итальянцы, ну, и там еще есть ретуроманцы, которых говорят вообще 10 тысяч человек, но я, честно говоря, их там ни разу не видел. Вот, все четыре языка государства. Возьмем Финляндию. Финляндия, вот, кстати, аргумент обычно такой, да, ну, все-таки там русские, они вот притесняли Латвию, там, они советской оккупацией, над ней там измывались, Латвия была русской колонией, поэтому, ну, вот, мол, так и такое отношение. Ну, возьмите Финляндию. Финляндия была шведской колонией, причем была она там, ну, я не знаю, лет 200, наверное, как минимум. Шведы были, по вашей терминологии, тоже оккупантами. Шведов сейчас там 6% населения, ну, может быть, 7, могу ошибиться, шведские государственные, наряду с финским. Я, кстати, ни разу не слышал опять в Финляндии, что все, когда пошли эти шведы, они вот нас там притесняли 200 лет, там, пусть идут к чертовой матери. Ну, зачем так? Я считаю, что если бы в Латвии был бы второй государственный, ну, чем бы, ну, что из-за этого русские танки, что ли, приехали, я не знаю. Ну, смотрите, вот, смотрите, еще, заметьте, еще даже есть более вариант интересный. Бельгия. Ну, фламандцы, в Бельгии вообще нет такой нации, не существует. Там, юг, это валон, это франкоязычные люди, французы. Никакой разницы нет в языке. Север – это фламандцы, это голландцы. Ну, тоже никак. Ну, заметьте, они живут в одном государстве. Вот почему, скажем, нет желания у франко-говорящих бельгийцев присоединиться к Франции? Потому что им и в Бельгии хорошо. Они пользуются своим языком, все нормально. Хотя когда-то, ну, еще лет там 200 тому назад, вот эта вот часть была частью Франции. Вот сейчас даже вопрос такого не возникает. Голландия – развитая страна. Голландские бельгийцы тоже не хотят присоединяться. Немцы швейцарские не хотят присоединяться к Германии. И заметьте, они ведь там сожительствуют, ну, в хорошем смысле, с французами в Швейцарии. Хотя Германия и Франция, не знаю, воевали между собой там раз пять в последнее время. Но там все прекрасно, потому что никто друг друга не ущемляет. Очень много у нас звонков. Успеем еще принять. Здравствуйте. Коротко, если можно, пожалуйста, давайте вопрос. Добрый день. Анна Владимировна Николаевича. Добрый день. Меня зовут Сергей Ириго. Да. Я являюсь гражданином ФССР, СССР. И не стал принимать гражданство РФ в соответствии с проектом Конституции 93-го года. В связи с этим вопрос. Почему вы считаете, что нужно жить по той Конституции, которая не соблюдает этот режим, а не вернуть ту Конституцию, которая была? Это первый вопрос. И второй вопрос. Буквально на днях мне пришла фотография, на которой изображены вы и Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, скажите, действительно ли вы имеете родственные отношения и как давно вы знакомы? Да, спасибо вам, Сергей. Да, Николай Игоревич. Да, ну, уже смеяться начинает. Меня раньше, значит, почему-то позиционировали как родного брата Дмитрия Анатольевича. А сейчас я прочитал вчера про себя, что я, оказывается, его двоюродный брат. Ну вот, родственник стал дальше. Да, настанет, наверное, то время, когда я стану его Деверем, Шурином, там, не знаю, кто там у нас еще есть, а, Зятем, Сватом. Ну, я Дмитрия Анатольевича Медведева, к счастью, к сожалению, я не знаю, вообще ни разу в жизни не видел. Ни разу с ним там не разговаривал. Что касается первого вопроса, ну, извините, это полный клинический бред. Это, вы знаете, а я, говорит, Конституцию не признаю. А что, от этого Конституция куда-то денется, что ли? Ну, закройте глаза, и тогда вам может показаться, что в мире вообще вокруг вас все темно. Но от этого что изменится? Если вы хотите поменять Конституцию, да я же не против этого. Ну, вот, вот будет такая возможность. Идите и голосуйте. Идите на выборах, меняйте власть, меняйте название страны, если вы хотите. Ну, если вы получите большинство. Меняйте все законы, вам кто не дает. А такая страусиная позиция, знаете, я вот голову в песок засунул, и ничего вокруг нет. Вы знаете, вы еще бутылку водки выпейте, будет все хорошо вообще, все проблемы куда-то исчезнут, не будет никакой Российской Федерации, не будет Латвии, вообще ничего не будет. А если две выпить, будет еще лучше. Но только от этого ни Российской Федерации, ни Латвия, ни Соединенные Штаты Америки, ну, к сожалению или к счастью, никуда не пропадут. Поэтому прекращайте валять дурака. Если хотите изменить жизнь в своей стране, начинайте это делать. Самое время. Успеем еще принять звонок, нам подсказывает звукорежиссер, что мы можем еще принять. Здравствуйте. Очень коротко, пожалуйста, слушаем вас. Извините, Николай Николаевич. Да, Александр, во второй раз, тогда мы примем другой звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? А как вы считаете, та Конституция, которая расстреливала Белый дом, Дом Советов и 6 тысяч человек, которых мы потеряли, коммунистов, это все нормально? Да, снова Сергей. Ну, опять вопрос снова здоровый. Ненормально, поменяйте. Не Конституция расстреливала, люди расстреливали. Люди, поменяйте этих людей. Не сидите вы сиднем. Вот понимаете, вы сидите дома и не признаете Российскую Федерацию. Но от этого у Путина аппетит не пропадет, от того, что вы ее не признаете. Ему как-то, знаете, по барабанам. Вот признаете вы его, не признаете. Вы выйдете на массовые законные акции, которые мы призываем к соблюдению мер санитарных предосторожностей, или на выборы. И поменяйте Путина, поменяйте Медведева, поменяйте Платошкина. Примите какую-то новую Конституцию. Вперед! Не сидите сиднем. Тяжело, пролежние могут образоваться. Понимаете? Ну что ж, на этом мы сегодня закончим наше интервью. Николай Платошкин, дипломат и лидер движения «За новый социализм», был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, Николай Николаевич, за нашли время. Спасибо, до свидания. Всего доброго и до свидания.